Я рада тем, кто решил это утреннее время посвятить здоровому началу дня теме нашего вебинара. И для начала хотела бы познакомиться, если можно, напишите в общий чат, представьтесь, напишите, из каких вы иградов, чтобы я была в курсе, и напишите ваш уровень знаний Ирведа, знакомый, незнакомый, знаете ли вы, что такое Доша, или мне нужно об этом упомянуть. Спасибо. Если я правильно понимаю, сейчас пока знаете, очень приятно начальный уровень меня зовут Бакшеева Юрия я занимаюсь Ирведой 2009 года 2011 году по ходу обучения работающих субботиалов и то, что я вам сейчас буду рассказывать это юридические знания подкрепленные моей практикой и практикой многих моих знакомых которые позволяют действительно легко начинать день и меньше болеть просто исходя из того, что какое-то время утром каждого дня мы уделяем геническим процедурам вообще Аюрведа очень большое внимание уделяет именно профилактике и так Аюрведа большое внимание уделяет именно утренним процедурам именно утром считается закладывается начало всего, что потом будет в течение дня происходить в течение дня человек имеющий гармоничные сочетания Доша то есть имеющие Викрити близко к равным показателям Ватт Ватт очень легко очень легко тем, кто живет близко к экватору у них солнце всегда встает примерно в 6 утра как быть тем, кто живет далеко от экватора и у кого утром солнце может вставать например летом в 4 часа утра а зимой в 9-10 утра в этом смысле практики Аюрведа говорят о том, что лучше нормализовать время подъема просто его зафиксировать если мы относим себя к человеку, у которого преобладает капха то нам мы фиксируем для себя время подъема от 6 до 6.30 утра летом это более раннее время например 6 утра зимой это более позднее время например 6.30 если мы относим себя к человеку питотипа то 6.30 7 часов если мы относим себя к Вата то 7.7.30 так как люди Вата, Пита и капха типа они не относятся к гармоничным то для них вот это вот требование вставать именно в Брахма, Мухурту на них оно не распространяется это считается немножко ну немного больные люди в Аюрведе поэтому большинство из нас ну к сожалению не могут себя относить в полностью гармоничном виде и мы можем смело вставать в какое-то фиксированное время и зимой, и летом независимо от того во сколько встает солнце по поводу времени с 4 до 5 утра если человек Вата типа это однозначно для него очень рано весь вопрос возник для человека Капха типа в принципе это возможно если он ложится спать не позднее 9 вечера особенно зимой летом можно попозже ложиться например 10 ложиться и 4-5 вставать а вообще Брахма Мухурта у нас сейчас ну вот в нашем регионе в Новосибирске она начинается примерно в 6 утра то есть примерно в 6 утра она начинается и примерно в 7 часов там до 27 она заканчивается ближе к ну период в равноденстве восход ровно в 6 утра соответственно за 40 минут до этого заканчивается Брахма Мухурта я еще раз подчеркиваю что рекомендация вставать в Брахма Мухурта относится к тем кто полностью гармоничен у кого баланс вата пипа и капха кто не болеет хроническими заболеваниями потому что большинство из нас с нашим режимом работы с нашим режимом дня нашими нагрузками стрессовыми физическими психическими мы не можем относить себя в полной степени к здоровому человеку и слишком ранний подъем приведет к тому что у нас будет недостаток сил мы просто будем быстрее уставать быстрее изнашиваться и вата дольше будет выходить у нас артнависия первое действие которое мы делаем после подъема это мы ощущаем свое тело в аюрведе говорят о том что человек проснувшись должен осознать что он находится в теле что это тело дано ему Всевышним что это тело как-то себя чувствует следует вспомнить что вчера происходило и отследить как это сегодня отразилось на теле например вчера вечером поел сладенького и сегодня как-то тяжеловато поджелудочные желези или вчера вечером хорошо интенсивно потренировался сегодня все мышцы отзываются то есть наша задача вернуться в тело наша задача во время сна у нас душа немножко путешествует и задача вернуть ее в тело чтобы она почувствовала это тело это особенно важно для людей вата типа которые склонны к тому чтобы плохо чувствовать реальность реальные потребности своего тела следующее на что аюрведа уделяет чему аюрведа уделяет большое внимание это утренние днические процедуры наверное все из вас обращали внимание что ночью организм он чистится утром многие наблюдали на языке какой-то налет желание сходить в туалет какие-то вот такие естественные желания очистить организм на самом деле весь период сна весь период ночи наш организм все токсины всю аму как она называется в аюрведе выкладывает такие места которые можно будет освободить собственно занимаются выведением аму и в первую очередь ама откладывается на кожи или внутри кожи слизистых соответственно это на языке на глазах полости рта на в толстом кишечнике и в мочевом пузыре соответственно утром нам нужно все это очистить первое с чего мы начинаем мы начинаем очищение полости рта и очищение полости рта у нас обязательно должно включать чистку языка кто эту процедуру не делает очень рекомендую начать вы удивитесь какое количество слизи или какого-то налета вы будете удалять ежедневно с языка а это фактически те самые токсины которые ваш организм старательно пытается очистить для очищения языка используются специальные языкочистки они продаются в индийских магазинах такая загнутая палочка или трубочка с плоской серединкой можно использовать пластиковые языкочистки но конечно лучше металлические или даже серебряные медные какие-то такие материалы которые не будут накапливать микроорганизмы на своей поверхности если ничего нету сначала используйте обычную ложку очищение языка происходит от дальнего конца от корня языка к кончику вы просто прижимаете языкочистку или ложку ребром к языку проводите от дальнего конца к кончику и полученную слизь аккуратно снимаете делайте это не один раз а два-три раза до тех пор пока что-то снимается с языка когда уже ничего не снимается тогда считается что язык уже очищен второе что мы чистим очищаем борту это зубы естественно и здесь хотелось бы вам рассказать немного истории традиционно в Индии для чистки зубов использовали различные палочки лжевого ради кончик палочки и другим концом чистили зубы большинство деревьев которые можно для этого использовать у нас здесь не растут в России в Сибири я знаю использовали для этого палочки осины традиционные вообще считается что первые вкусы которые должен почувствовать человек это горький острый и вяжущий эти вкусы как бы очищают рецепторы и запускают процесс принятия информации человека и поэтому палочки которыми чистили зубы традиционно они были одного из этих вкусов исключение составляет такая доступная нам трава как солодка ее можно использовать для очищения полости рта также разжевывая кусочек корня с одной стороны и до состояния щеточки этой щеточкой потом очищая зубы но конечно сейчас это все не очень удобно и можно намного более удобно пользоваться обычными щетками при этом если выбираете зубную пасту или зубной порошок выбирайте его с какими-то классическими вкусами то есть горькие островяжущие вкусы должны преобладать и во вкусе порошка и во вкусе водной пасты по крайней мере утренней если кому-то очень хочется такие фруктовые или сладкие пасты пожалуйста на ночь можете им пользоваться на утре постарайтесь какой-то другой есть несколько доступных нам паст например зубная паста ред которая обладает сочетанием горького острова еще есть зубные порошки с такими вкусами в том числе в нашей компании в этой презентации потом вы сможете найти описание зубных порошков те кто захочет и подобрать себе подходящий если вы используете зубной порошок его следует наносить следующим образом вы берете щетку либо намачиваете ее водой либо кунжутном масле намачиваете либо особенно для людей капхотипа с большим количеством слизей можно намачивать зубную щетку в меде и после этого обмакиваете в зубной порошок и чистите как обычно ополаскиваете зубы после того как почистили и следующая процедура для очищения полости рта называется гандуша это условно можно сказать полоткание рта маслом но на самом деле это выдерживание масла в полости рта для этого используется кунжутное масло лучше всего нерафинированное кунжутное масло использовать оно содержит большое количество кальция и такое ежедневное выдерживание масла обеспечивает вам не только очищение слизистой потому что масло вытягивает жирорастворимые токсины из слизистой полости рта но и питание дентина восстановление дентина зубов люди у которых зубы чувствительные при проведении такой процедуры наблюдают что зубы перестают чувствовать горячее сладкое перестают реагировать на какие-то перепады температуры или вкус выдерживать масло во рту следует примерно 10 минут количество масла которое вы берете должно быть комфортным не то что вы набираете полный рот так что щеки надут и вам трудно дышать обычно 1-2 столовые ложки масла если вы хотите профилактировать какие-то заболевания носоглотки например хронический конзелит у вас или какие-то риниты синуситы можете добавить в кунжутное масло 1-2 капли эфирного масла чайного дерева и такой состав вы держите во рту 20 минут делая посасывающее движение по поводу противопоказаний эта процедура не имеет противопоказаний ее показано делать даже при болезнях полости рта и даже при проблемах с слизистой более того она восстанавливает голос когда у вас простуда и эта процедура помогает восстанавливать слизистую полость рта например стоматиты или другие повреждения слизистой так глина для чистки зубов вы знаете я не в курсе использования глины в чистом виде глина может входить в состав порошка но чтобы использовать ее в чистом виде я такого не встречала не могу вам здесь ничего сказать почему рекомендуется гандушу делать после чистки зубов потому что потому что при этой процедуре у вас уже очищенные зубы на которых нет бактериальной оболочки начинают впитывать себя кальций ну собственно говоря поверхность зуба начинает впитывать кальций камни в данном случае не провоцируются они наоборот постепенно уменьшаются особенно если вы используете зубные порошки а не зубные пасты зубные порошки с содержанием мела или даже просто с содержанием каких-то трав не очень сильно измельченных вот таких ощущаемых на зубах они степенно убирают вот эти так называемые зубные камни это у нас их так назвали на самом деле это всего лишь спрессованный бактериальный налет в зубах и он очень хорошо убирается зубными порошками ну по крайней мере в своей практике я могу сказать что с тех пор как я стала чистить делать эти процедуры сколько я не обращалась к стоматологам у меня они конечно рекомендуют профилактическую чистку но они даже комитами находят они говорят что все хорошо чем вы чистите и когда я рассказываю про юридические порошки они очень удивляются говорят что это не должно работать что это все трава а я не совсем поняла вопрос про камни во внутренних органах если можно повторите пожалуйста итак когда мы выдержали масло во рту вообще у меня давайте такое предложение сначала я рассказываю тему а потом отвечаю на вопрос потому что нетрудно прерываться если вы не против значит когда мы выдержали масло во рту у нас особенно если мы этого раньше не делали когда мы выплевываем мы можем наблюдать разные странные вещи во первых масло может менять свой цвет оно как правило становится мутным это говорит о том что оно очень хорошо вытянуло на себя токсины из слизистой во вторых оно может содержать в себе какие-то пленочки очень часто у людей которые только начинают эту процедуру делать у них слизистая рта может отходить такими пленочками своеобразно это тоже нормально не пугается третье это такое масло оно может какие-то прожилки содержать какие-то непонятные как будто бы вот растворили там краску какого-то цвета это тоже нормально не пугайтесь я еще не не проговорила одну интересную вещь по поводу чистки языка по цвету налета вы можете диагностировать свое викрити на данный момент когда налет на языке у нас такого сероватого коричневатого цвета это значит ну и как правило он достаточно густой и суховатый это значит что у человека избыток вата-доша если налет желтоватый зеленоватый ну такой в меру жидкий это как правило избыток вата-доша и если налет белый или прозрачный и такой очень плотный это избыток вата-доша так прочистку зубов полоскания рта мы сказали теперь после того как мы ополоснули рот маслом следует остатки этого масла удалить с помощью травяного настоя если его нет можно просто ополоснуть водой но лучше лучше будет если вы приготовите заранее настой трав например трифалы или коры дуба или еще какой-либо вяжущей травы и этим настоем ополоснете рот после процедуры гандыша тогда вы остатки масла с растворенными токсинами ямой выполощите тем самым полностью очистить рот будет такое ощущение чистого чистого рта и вкусы будут ощущаться очень сильны и интенсивны то что касается утренней рвоты я ну она описана как одна из утренних процедур но во-первых ее можно делать в приобреленной погоде при определенном состоянии организма очень много ограничений во-вторых чтобы правильно ее делать нужно этому учиться ну и я рекомендую использовать только когда вы проводите процедуру панчакармы желательно под наблюдением врача то есть самостоятельным варианте вкусы нервоты лучше делать если скопилась слизь где-то в горле и хочется вот прямо очистить ее просто поглубже нажмите язык очисткой или ложечкой на корень языка у вас будет движение близкое к рвотному и слизь выйдет комочком теперь отвечаю на вопросы вопрос может ли спровоцировать если камни есть и прочее камни имеются во внутренних органах слышала об эффекте чистки например печени и прочее Марин я к сожалению не очень понимаю вопрос если вы сформулируете его по-другому я смогу ответить правда не очень понимаю вопрос может ли спровоцировать гандуша промасливание рта или что напишите пожалуйста вопрос по-другому поформулируйте так есть ли противопоказания к процедуре я уже сказала противопоказания к этой процедуре я не знаю продолжительность для новичков сразу с 10 минут это не так трудно как кажется 10 минут это не так много я вам в конце скажу как это можно облегчить себе выдерживание этих 10 минут но если трудно выдержать 10 минут начните с 1 минуты с 2-5 сколько захочется просто период когда токсин успеет уже в достаточном количестве выйти он примерно равен 10 минут поэтому имеет смысл все-таки их выдерживать следующий вопрос глина для чистки зубов утром подходит вечером я про глину говорю то есть я не слышала использование варианта использования чистой глины наверное такие есть традиционные люди я такого не встречала в состав порошков некоторых глина входит это я знаю опять же если следовать теории вкусов то в глине вяжущий вкус там наверное есть а вот горького и острова там явно нет поэтому следует туда что-то добавлять последовательность после чистки языка и зубов ну это я тоже уже отметила что мы сначала очищаем поверхности а потом еще дополнительно вытягиваем из них из уже очищенных остатки слизи и остатки токсинов теперь очищение полости носа процедура называется массе вообще все что делается через нос называется массе и носу когда мы даже дышим свободно носом нам кажется что там все хорошо и чисто как правило в пазухах очень большое количество слизи задача очищения носа это как раз вытягивание вот этой вот слизи и удаление поэтому очищение носа у нас состоит из трех этапов первый этап это закапывание масла для этого используется масло которое жгут ощущение жжения происходит наиболее доступно в России масло Ану Таиланд называется Ану Таиланд это индийское масло есть разные производители его в зависимости от производителя немного меняется состав немного меняется ощущение но оно в принципе все которое доступно оно подходит для того чтобы активизировать отток слизи более жесткое по своему действию масло тоже доступно в России шадбинду Таиланд это масло в большей степени для людей капхотипа или с проблемами капхотипа потому что оно очень сильно жжет и люди например питотипа спровоцировать дискомфортные ощущения судакого течения и если ничего нет можно закапать просто кунжутное масло хотя конечно эффекта вот такого течения интенсивного не будет какие есть показания для использования этой процедуры эту процедуру помимо того что мы делаем это утром можно делать вплоть до каждые два часа если мы хотим вылечиться от линита синюсита дайморита или других заболеваний связанных скоплением слизи в носовой пол в носовых полостях или в лобных пазухах мы можем эту процедуру делать для прояснения сознания и для устранения головных болей процедура делается следующим образом вы закидываете голову назад ровно вертикально нос получается самую верхнюю точку закапываете изначально по одной капле потом доводите до двух капель каждую ноздрю после этого делаете втягивающее движение такое шмыгание носом втягиваете получается слизь максимально вверх и если правильно сделали то ощущение будет такое что у вас капли изжения от капель попало прямо в мозг если вы такое ощущение получили значит все сделали правильно на самом деле через решетчатую косточку которая находится между полостью носа и передними отделами мозга действительно масло проходит и эфирные масла в том числе проходят поэтому питание передней доли мозга происходит в том числе за счет такой процедуры так как анутайлам и в принципе все масла для носа как правило содержат аир и является жлючим компонентом аир является очень хорошим средством для прояснения сознания и для питания мозговой ткани после такого закапывания если есть возможность закапывать вот так закапали можно немножко полежать после закапывания если такой возможности нет особенно когда вы болеете когда хочется как можно глубже чтобы масло проникло и как можно более глубокие пазы все очистило если нет то просто вы очень действительно другими делами занимаетесь в это время начинает у кого-то подтекать кто-то начинает чихать кто-то начинает просто появляется желание высморкаться очищаем нос не не сморкаемся интенсивно а просто убираем то что вытекает из носа то есть без напряжения вообще сморкаться так чтобы аж в ушах трещало это не очень полезно после того как мы удаляем вернее после того как мы выдержали 10 минут вот с маслом в носу мы можем промыть нос для промывания носа традиционно используется подсоленная вода на стакан теплой воды добавляется половина чайной ложки без горки морской соды если у человека какие-то проблемы с носоглоткой особенно дайморит и синусит и ринит и хроническая форма очень хорошо бывает добавить туда куркуму также пол чайной ложки без горки и таким составом промыть нос единственное если вы добавляете куркуму то первое время делать процедуру максимально аккуратно потому что куркума она красит и если попадет на одежду будут желтые пятна плохо смываемые а как промывается нос в идеале приобрести специальный чайничек для наси они продаются наси подмывается натипод если его нету бейте любой чайничек с достаточно тонким горлышком над тазиком либо над каким-то над ванной над раковиной наклоняете голову горизонтально так чтобы у вас нос и подбородок были на одной линии параллельной полу у вас получается одна ноздря ровно вниз смотрит другая ноздря ровно вверх смотрит и в верхнюю ноздрю из чайничка наливаете вот этот теплый соляной раствор дышите при этом ртом и ждете пока раствор не начнет сам выливаться из нижней ноздри то есть вы ощущаете как он там протекает внутри и начинает выливаться из нижней ноздри как только это произошло вы можете удалить остатки слизней можно высморкаться либо просто стереть с носа все что вытекло повернуться в другую сторону и сделать ту же самую процедуру на другую настрой эту процедуру можно делать и детям начиная с того возраста как они дадут мои давались с 2-3 лет что закапывают что вот так промывают и старикам то есть это не процедура так же практически не имеет ограничений исключение это какие-то воспалительные процессы непосредственно в полости носа которые связаны со слизистой потому что в таком случае может просто щипать при попадании туда в раствор ну или какие-то раны открытые например в полости носа когда вы таким образом очищаетесь особенно в первые разы при даже легком высмаркивании может выходить совершенно невероятных цветов слусь потому что как правило люди полностью не очищают пазухи и накапливаемая там слизь она может приобретать причудливую форму цвета не удивляйтесь это все нормально в следующий раз будет чище и последнее что мы делаем с полостью носа нам нужно собственно эту слизь которая у нас вышла дабы предотвратить ее повторное появление мы подсушиваем немножко поверхность носа называемое курение энергетическое это не курение в чистом виде а это вдыхание дыма трав вообще есть специальная методика как изготовить такую смесь для сжигания но самое простое доступное нам это можно либо взять приятную палочку ароматическую зажечь лучше какая-нибудь палочка с эффектом подсушиваем то есть что-то имбит или аир или что-то такое либо взять просто поджечь небольшое количество корня аира и вот этот дым от корня аира можно было вдыхать но это не совсем классическая аирвина там все сложнее просто в наших местных условиях времени на приготовление всех специальных трубочек как правило нет как это делается как дыхание вы зажигаете соответственно то что хочется то чем хочется подышать делаете из бумаги воронку один конец шире другой конец уже узкий конец вставляете в одну ноздрю широкий конец направляете на дым делаете вдох одной ноздрю когда слезы сопла из нити и другие последствия этого вдоха пройдут и эти вдох в другую ноздрю как правило такое вдыхание приводит к повторному излитию все оставшиеся слизи после этого нос становится действительно чистым он очищается меняется ощущение запахов меняется ощущение вкусов и как правило проясняется голова то есть мысли очень четко и ясно вот одно с другой какие-то вопросы по очищению полости носа есть если нет название масла сейчас я напишу в общий чат просьба была написать название масла хану тайлам или шадбин для тайлам это те которые доступны нам здесь следующий вопрос температурный режим для доши различен или нет температурный режим процедуры промывания носа одинаковый то есть мы все промываем теплой водой вопрос каждый день делать все эти процедуры я вам ближе к концу расскажу как я их делаю чтобы они занимали минимум времени тогда можно действительно делать каждый день вообще это рекомендовано именно как ежедневные процедуры потому что сличность накапливается каждый день выводить ее конечно лучше тоже каждый день нужно ли нагревать масло для наси масло комфортной в смысле масло комнатной температуры в принципе достаточно если вы хотите достичь более сильного эффекта особенно лечебного эффекта тогда масло следует нагреть до приятной горячей температуры то есть вы капаете на запястье и должно быть приятно горячо это только в том случае если вы хотите достичь именно лечебного эффекта потому что при нагревании будет усиливаться эффект сколько капель начинаете с одной капли в каждую ноздрю максимально для профилактики по две капли в каждую ноздрю для лечения по четыре капли в каждую ноздрю детям дозировка уменьшается вдвое детям обычно одной капли в каждую ноздрю достаточно максимум во время лечения две капли в каждую ноздрю итак переходим к следующему очищения и питания слизистой глаза глаз у нас в течение дня тоже подвергается большому воздействию в том числе от сухого воздуха в том числе от различных газов пыли загрязнений и чем более здорово слизистая глаза чем чище и лучше она напитана тем меньше вероятность того что глаз будет поврежден что глаз будет воспален что будет дискомфорт в этой области сухость сжение и что-то такое в оверведе для промасливания глаза обратите внимание все процедуры которые мы до сих пор делали они у нас состояли из двух частей мы сначала промасливали а потом очищали через какое-то время то есть сначала масло питание открывание пор растворение токсинов а потом очищение здесь то же самое для промасливания глаза используется масло на основе топленого на основе масла называется трифалогрутом или в других местах трифалогритом это масло вносится непосредственно на слизистую глаза то есть вы оттягиваете век и небольшое количество растопленного масла кладете прямо на поверхность глаза и промаргиваете сначала это очень странная процедура и появляется ощущение из комфорта потому что мы в принципе не привыкли что-либо в глаза складывать может появиться пленочка это нормально у кого-то может появиться сожжение это тоже нормально если нету масла трифалогритом или трифалогрутом оно не всегда бывает доступно сразу для людей вата и питотипа можно использовать масло ги но по возможности лучше конечно специализировано потому что глаза это орган пита орган огня и он боится слизи а топленое масло оно все-таки слизи образующие но на первом этапе можно его использовать по крайней мере оно не противопоказано особенно при сухом глазу когда мы нанесли масло на глаз мы также 10 минут выдерживаем после этого глаз можно очистить обратите внимание про промасливание есть несколько источников неправильной информации в интернете в некоторых источниках даже сказано что можно растительные масла там кунжутные или еще какое-то на глазках или эфирные масла не надо этого делать на глаза добавляется только масла на основе ги только исключительно и лучше всего именно трифалогритом использовать после того как мы выдержали 10 минут на промасливании глазках мы их очищаем для очищения традиционно используется или сульфат сурьмы это у нас называется сурьма такой черный порошочек бывает прозрачный порошочек или каджал это та же самая сурьма но в карандаше она еще используется для подводки глаз либо мы используем специальные капли для глаз все капли для глаз в аюрведе они очень жгучи не пугайтесь самые доступные у нас капли это у джала они при нанесении на глаз вызывают такое сильное сжение что хочется прямо вот сильно зажмуриться и больше так не делать но это очень полезные капли с точки зрения что они вызывая слезотечения они у нас очищают глаз очень хорошо и сурьма и каджал должны в итоге вызвать слезотечения но иногда бывает такое что либо они не очень качественные либо просроченные либо просто у человека пониженная чувствительность конкретно к этим компонентам и слизь не вырабатывается слезы не текут в таком случае после того как мы их нанесли мы смываем остатки масла с глаз вместе с содержимым сурьмой или с каджалом мы смываем их просто розовой водой например или травяными настоями всем известным зеленый чай можно использовать можно использовать настой кориандра при слишком сухом глазе можно использовать настой ромашки настой мелисы самое важное что когда мы готовим настой трифала опять же можно использовать самое главное когда мы готовим настой для промывания глаза этот настой нужно очистить от частичек травы то есть профильтровать его через ватный диск или через какие-то тряпочки для того чтобы удалить все частички травы если частички травы останутся в глазу они могут вызвать воспаление поэтому настой должен быть очень чистым но я для себя использую вот эти капли для очищения потому что хорошее слизистечение и после этого после нескольких таких процедур обычно с глаза срезает такая пленочка слизистая и ощущение цвета меняется то есть цвета становятся более яркими для промывания глаза в традиционном источнике например в флажтондах ведаем самхети рекомендовать настой барбарис корни барбариса но у нас это тоже не очень доступно то есть надо искать у травников определенные виды барбариса используются я вам рассказываю те варианты которые наиболее доступны какие вопросы по этой части я пока отвечу на вопрос по предыдущей какого масла рекомендовано для определенной дождь например подсолнечной а можно масло рекомендовано для определенной дraid например, подсолнечная. Закапывать в нос рекомендуется только масла для капха-доши. Те, которые можно для капха-доши. Вопрос. А Иван-чай? Есть адаптация для нашего региона? Для нашего региона это, пожалуйста, тот же самый кориандр, который растет у нас практически повсеместно. Можете его настой делать. Про Иван-чай я, честно говоря, не знаю. То есть я его свойства представляю достаточно хорошо, но за счет того, что он содержит кислый, ну вот, если он ферментирован, он содержит кислый вкус, я не знаю, как оно будет действовать на глаз. Наверное, это не очень хорошо будет. В данном случае должны быть травы антипита. Из антипитовских трав у нас местный душица милиса, ну то, что мята, то, что практически во всех по всеми делам есть. Вот. Ну и все равно чай он доступен всем. То, что практически всегда есть под рукой. ромашка. то же самое. А крапива тоже подходит. Самое важное, чтобы этот настой был, во-первых, свежий, его готовят ежедневно, и во-вторых, чтобы он не содержал каких-то частиц травы. Я попросу прошу писать в раздел «Вопросы». Вопрос такой, какой срок у джалы после вскрытия флакона? У джала вообще все аюрведические капли, так же, как и все аюрведические препараты, жидкие, рекомендуют сохранить, если это не масло, либо в холодильнике, либо в каком-то прохладном месте, свещённом от света. По сроку годности у джалы обычно производитель всё-таки пишет. Если он этого не пишет, то по умолчанию не более месяца. Точных данных у меня нет. По умолчанию я знаю порядка месяца с другом. Так, теперь следующие промасливание ушей. Здесь всё достаточно просто. Уши у нас не подлежат очищению. Это единственный лоб, на котором мы просто промасливаем. Очищение происходит чисто механическое. Мы любое масло, которое будем использовать в дальнейшем для промасливания тела, уже подогретое, мы обмакиваем в него пальцы, сначала мизинцы, обоих рук, мизинцами, мизинцы помещаем в ушные проходы, делаем несколько круговых движений, массируя и одновременно промасливая. Потом делаем то же самое с средними пальцами обеих рук, также макаем их в масло, потом помещаем в ушные проходы, делаем несколько круговых движений. все это должно быть в комфортных условиях, естественно, не стоит там себе слишком сильно давить в ухо, и после этого интенсивно промасливаем, промассируем ушную раковину. Такое промасливание ушей обеспечивает нам защиту от вата ватодоши. Дело в том, что ухо является одним из мест интенсивного входа в наш организм ватодоши. И когда мы в так уши промасливаем, мы сможем обратить внимание на то, что нам комфортнее стало приносить громкие звуки, какие-то шумы, какие-то посторонние звуковые воздействия. Это просто перестанет нас раздражать. Соответственно, делая такую процедуру ежедневно, даже если вы много чего другого не делаете, вы снижаете уровень стресса на целый день. А массаж с маслом ушной раковины, наверное, многие знают, это еще и профилактика большого количества болезней, в том, что мы массируем точки проекции внутренних органов и повышаем иммунитет иммунитет, также нажимаем на определенные точки на уши. Можно эти точки даже не изучать, а просто растереть хорошо уши, этого достаточно. и последнее, что мы перед перерывом разберем, это поражение кишечника. А, по поводу очищения уха, получается, что вот то, что вы помассировали внутри ушного прохода, что у вас на пальцах вылезло, то вы просто смыли и все, считаете, что уши почистили. Никаких дополнительных палочек там промазка на уши не подразумевает. вопрос, можно ли использовать универсально одно масло, например, ги. Если вы имеете ввиду для наружного применения, то ги для наружного применения практически не подходит. Его используют только новорожденным первым месяц после рождения или несколько дней после рождения и беременным женщинам. Беременным и свежеродившим женщинам используют ги. Все остальное используется растительным маслом. Для наружного применения ги используют стойко на область глаз. А вообще одно какое-то универсальное масло можно будет использовать для, например, кунжутное масло, если вы относитесь к вата или капху конституции, можно использовать как универсальное для промазка рта, лица, головы, ушей и всего тела. Итак, опорожнение кишечника мочевого пузыря. С мочевым пузырем здесь все нормально, просто проблем в обычном воде не возникает, с утра сходили в туалет. То, что касается опорожнений кишечника. В если он после этого 4-5-6 раз в день порожняет кишечник, все равно считается, что у него запор. Просто запор может быть по вата типу, это когда стула нету и задержка несколько дней может быть, или да, стул очень жесткий, там, горошком, как у козочек. Это может быть запор по питотипу, когда как раз стул жидкий и часто, но утреннего стула нет. Поэтому утреннего стула нужно добиваться. Это один из самых важных элементов оздоровления ежедневного. Как помочь себе, если какие-то проблемы с этим существуют? Первое, что следует делать, вы проснулись и вы натощак сразу как проснулись, еще даже до того, как начали очищать язык, портовую полость, вы выпили какое-то количество горячей воды, комфортно горячей воды, то есть вода той температуры, которой вы обычно пьете чай. Выпили ее столько, сколько хочется. Вообще эта процедура очень полезна для всех, потому что она запускает работу кишечника, запускает процессы очищения все в организме, запускает процессы, в том числе, слизи тока, поэтому ее можно делать всем. Но если вы имеете проблемы со стулом, то она еще и поможет вам опорожниться. И после этого, пока вы делаете разные другие процедуры, например, чистите язык, глаза, уши, рот и так далее, у вас постепенно кишечник начнет работать. Второй важный момент, это нужно уделить достаточное время себе на опорожнение. Очень часто человек бы и рад сходить в туалет, даже позыв в какой-то момент был. Но из-за того, что он очень спешит утром, он пропускает это время, и все, и вроде как уже и не надо, уже перехотелось. Вот этого делать категорически нельзя, потому что до 9 часов все, что мы можем, мы должны очистить. После 9 часов, когда солнце становится достаточно активным, у нас идет процесс, начинается процесс реабсорбции. То есть все, что вывелось на слизистую, в том числе и в кишечник, начинает обратно всасываться в кровь. И я думаю, что мало кому хочется, чтобы все содержимое его толстого кишечника обратно оказалось в крови. Поэтому следует уделить это время, прямо выделить. Кому-то потребуется 10 минут посидеть, кому-то потребуется 5 минут посидеть, но прямо выделить время каждый день. И даже если первый раз не получилось, все равно это время выделять каждый день и постепенно оно получится. То есть свой кишечник нужно приучить к тому, чтобы оправняться утром до первого приема пищи. Есть еще два таких средства, которые помогают облегчить этот процесс. Первое средство особенно относится к людям, у которых проблемы запоров по ватотипу, особенно когда многодневные запоры. На ночь за час до сна вы принимаете небольшое количество молока с топленым маслом. Чайную ложку топленого масла на пол стакана молока. Молоко делается горячее, его доводите до состояния пенки, потом несколько раз переливаете из одной емкости в другую, чтобы образовалась пенка и добавляете до чайную ложку топленого масла масла ги. Такое молоко в теплом виде выпиваете за час до сна. И второе это перед сном можно использовать препарат трифала или трифала гугу. Трифала, трифалакс, трифала гугу, в принципе любой препарат содержащий трифала. Значит, во-первых, если вы решили использовать и то, и другое, то есть и молоко, и трифалы, их нужно разнести по времени, потому что сочетать их нельзя. Трифала содержит кислый вкус, а оно с молоко свернет. То есть в таком случае вы молоко принимаете за час до сна, а трифала непосредственно перед сном напиваете небольшим количеством воды. Во-вторых, трифала противопоказана людям, которые планируют беременность или беременность. Она содержит один из плодов пепхитаки, который препятствует возникновению беременности. И если вы планируете беременность, то за полгода до планируемого зачатия следует трифалу убрать. Всем остальным она то, что называется категорически показана. То есть нормализует пищеварение, выводит токсины из организма, замечательный препарат, который позволяет не только нормализовать стул, но и полноценно очистить организм. Теперь вопрос. Можно ли использовать универсальное масло для глаз и для ушей? Для глаз и для ушей мы используем разное масло, то есть для глаз мы используем масло на основе топленого, на основе ги, при фалабритом, а для ушей мы используем тоже масло, которое плотило в дальнейшем. Кстати, масло для носа, а на Таиланд лучше закапывать можно. Следующий вопрос. Применение касторового масла против запоров. можно то, что называется осторожно. Да, это неплохое средство, но оно может вызвать сильные спазмы, особенно у человека в атотипе. И опять же, касторовое масло против запоров противопоказано беременному, потому что касторовое масло провоцирует еще и с фармом. Для обычного человека касторовое масло можно использовать даже не внутрь, не пить его, как раньше там пугали касторкой, а можно использовать просто нанеся его на низ живота. И касторовое масло подходит для всех дож, да. Если есть запор, то да, подходит для всех дож. Вообще касторовое масло очень питательное и для капха оно конечно нежелательное, но так как у нас у капха проблем таких не бывает, то в принципе для этой цели его можно использовать. Количество касторового масла если принимать внутрь, то не больше чайной ложки. Если использовать наружно, то просто поверхность живота намазывается сколько вам потребуется для этого несколько капель. вообще все касторовое масло на нос я честно говоря не знаю такого средства. Если вы знаете, можете поделиться. Какие-то еще вопросы есть по этой части? Я хочу предложить вам сделать перерыв на 10 минут. не совсем поняла вопрос последний Натальи, но с поздно вечером ночь, поздно вечером я не очень понимаю вопрос. Если можно попробовать перефразировать или полностью напишите вопрос. вопрос перед сном касторка. Если касторовое масло используется, у него эффект бывает достаточно быстрым и вы можете просто спровоцировать то, что вам ночью придется ходить в туалет. Касторка используется внутрь для очень тяжелой формы запора, потому что реакция обычно проявляется в течение одного-двух часов после использования. Если вы хотите его наружно использовать, например, нанести на поверхность живота, тогда можно нанести на ночь. При внутреннем использовании, насколько я знаю, у него очень быстрая реакция. Все, я предлагаю сделать перерыв. Если какие-то вопросы еще возникнут, я отвечу на них после перерыва. Перерыв 10 минут, сейчас на моих часах 14.08, 14.18, мы с вами встречаемся. Значит, вопрос по процедуре Гандуша. Встречала информацию о том, что эта процедура имеет очистительный эффект, в том числе на внутренние органы. Можно ли рекомендовать эту процедуру человека, который не является здоровым, может ли она спровоцировать неблагоприятные последствия, например, когда занимаются чисткой печени, маслом. Я не встречала информации о том, что эта процедура может быть предпоказана при каких-либо дополнительных процедурах. То есть Гандуша одна из самых безопасных очистительных процедур. Она действительно влияет на внутренние органы за счет того, что она выводит аму, а слизисты очень легко выводят аму из организма. И это действительно сказывается на работе внутренних органов, просто за счет того, что они лучше очищаются. Но я не встречала противопоказаний в виде того, что человек занимается маслом очисткой печени или какими-то другими процедурами очищающими. Мне кажется, это будет наоборот усиливать процесс очищения. Вопрос, насколько безопасна процедура для нездорового человека. Я говорю, что считаю эту процедуру одной из самых безопасных. если нет видимых повреждений в ротовой полости, то причем повреждений таких скажем так, единственное противопоказание, которое я когда-либо включала для любых процедур, связанных с маслом, это онкология кожи. Других я не встречала. Так. Здесь следующий вопрос. Человек капхати по запору в детство стул один раз в 2-3 дня, каспторе его масло 30 мл начинает действовать через 4-9 часов. Как нормализовать стул? ну у человека чистого капха большой долей вероятности все-таки запоров быть не должно быть видимо вата-компоненты выведены из равновесия, потому что один из признаков капха это как раз такой размягченный стул, который всегда приходит вовремя. Обратите внимание на свою вата-душу. То, что касается аспорного масла, если вы по своим наблюдениям увидели, что действие его начинается через 4-9 часов, пожалуйста, вы можете его использовать тогда на ночь, просто по описанию, которое я встречала, его используют за 2-3 часа до планируемого похода в туалет. нормализация стула в этом случае те же самые рекомендации, которые я давала. То есть просто меньшее количество молока с топленым маслом, с чайной ложкой топленого масла за час до сна, обязательно три фала перед сном, три таблетки, если это в таблетках, чайная ложка без горки, если это порошок, три капсулы, если это капсула. Если это препарат трифалакс, то используются 2 таблетки препарата трифалакс. Плюс обязательная физическая нагрузка. У человека капха типа запор может быть связан с дискинезией толстого кишечника. И в таком случае нужна обязательная физическая нагрузка с элементами скрутки, с элементами напряжения живота, мышц живота, для того, чтобы привести мышцы кишечника в тонус. Теперь следующий вопрос. Касторовое масло 30 мл плюс 30 мл сок или коньяк на ночь. Вы знаете, если это помогает, можете, конечно, использовать, хотя коньяк я на ночь не рекомендую. Вообще, в принципе, алкоголь, я к нему осторожно отношусь. трефалу, трефалу, как долго можно принимать трефалу. Трефалу можно принимать до года без перерыва, потом обязательно делать перерыв. А вообще, минимальный срок приема это 3 месяца, 108 дней. Меньше просто смысла нету, потому что она не успеет подействовать. как любые травы, трефалу начинает действовать только на 21 день полноценно. Она действует сразу, но полноценно начинает очищать организм только на 21 день. И, соответственно, минимальный курс 3 месяца, максимальный курс год, потом делать перерыв. Перерыв 1 месяц достаточно, если проблемы с кишечником сохраняются. Следующий вопрос. Есть ли опорожнение после приема пищи? Это запор. Если утреннего опорожнения не было, то да, это запор. Вообще, в аюрведе опорожнение кишечника сразу после приема пищи считается неблагоприятным, потому что считается, что та энергия, которую человек должен был получить из пищи, она называется сливается в унитаз. Нормальным считается это опорожнение произошло через 2 часа после приема пищи. Для того, чтобы нормализовать стул в этом случае, во-первых, вы все-таки добиваетесь утреннего опорожнения, даете себе время утром, выпиваете воду утром, выпиваете молоко вечером. И если у вас кишечник свободен, то чтобы вы не поели, вам после этого и не хочется. Соответственно, если это происходит днем, то вы просто перед планируемым приемом пищи точно так же выпиваете немножко горячей воды и выделяете себе время для того, чтобы порожнить кишечник. Если там что-то скопилось, то оно уйдет. моя практика показывает, что нужно просто знать и стремиться к тому, чтобы нормализовать это, просто отойти от опорожнения кишечника после приема пищи в сторону опорожнения кишечника до приема пищи. Если вы просто это знаете, что вам нужно в ту сторону двигаться и вспоминаете об этом и вовремя ходите в туалет, то, как правило, это проходит. И еще один важный момент. Если вдруг вы сейчас знаете и у вас все равно происходит такое, что опорожнение кишечника после приема пищи. Не пугайтесь, ничего страшного в этом нет. Просто в другой раз вся энергия от пищи попадает в ткань. Вообще ничего страшного нет. И если какие-то нарушения вы допускаете, не надо по этому поводу устраивать панику, ругать себя, испытывать чувство вины и так далее. Просто знайте, что в следующий раз лучше сделать по-другому. Следующий вопрос. Сколько раз стол в день правильно? Здесь нет понятия правильно. Для людей вата типа один раз в день это достаточно, и как правило так и бывает. Для людей с любиткомпита душа два-три раза в день тоже является нормой. Для людей с капхо-конституцией один-два раза в день. Правильно это так, как комфортно и как не такая чистота, которая позволяет очищать организм полностью. У людей вата типа пищеварения жесткая, кишечник жесткий, поэтому стул бывает реже. У людей питотипа кишечник мягкий и пищеварение очень сильное. Они перевариваются быстрее, часто прижигают пищу, они чаще очищаются. А капхо они такие в отношении средние. То есть правильно так, как у вас происходит, но с учетом того, что не должно быть до приема пищи. Если вопросов больше нет, я перейду к своей любимой теме. Это промасливание тела. Процедура Апьянга. Апьянгой называют и маслый и самомассаж, когда мы сами себя промасливаем ежевтренняя и хроническая процедура. И Апьянгой же называют маслый массаж, который вам проводят в юридическом салоне. И то, и другое это Апьянга. Дословно Апьянга это нижние руки или мягкие руки. Это способ массажа с большим количеством масла. Основная задача здесь не столько сделать какие-то массажные движения уникальные, сколько просто тереть масло для того, чтобы масло подействовало. И когда мы делаем эту процедуру дома в качестве геннической процедуры, мы делаем ее вообще очень просто. Мы просто начинаем наносить масло, теплое, подогретое, с головы до ног в любой последовательности. В принципе, есть определенные рекомендации, я уже о них скажу, но они не так важны. Просто наносим масло, стараясь не пропустить ни один участок тела. Масло можно и нужно наносить на голову, масло можно и нужно наносить на лицо, на интимные органы, на руки, на ноги, на спину. Все области должны быть промаслены. Некоторые нюансы. Если хочется вот какого-то порядка, прямо как положено, тогда мы начинаем промасливать с головы, ушей и стоп. ладони у нас сами промасливаются, пока мы наносим масло на эти области. Внимание уделяем тем областям, которые у нас особенно сильно сохнут. Большинство людей особенного типа это колени, голени, это предплечья, локти, области суставов, в общем-то. и у многих это спина. Для Апьянги мы используем подходящее масло, я чуть позже скажу, какие масла для кого подходят, у вас презентация будет, вы сможете потом внимательно изучить. Подходящее масло вы нагреваете до определенной температуры. Для людей вата и капха типа масло должно быть приятно горячее. Определяется следующим образом. Вы его нагрели, опускаете туда палец и на ногти появляется ощущение ломоты, как будто бы для ногти горячо. Пальцы еще терпимы, а ногти уже горячо. вот это правильная температура для вата и капха дольше. Эта температура составляет примерно 50 градусов, 40 до 50 градусов у кого какая чувствительность. Для людей питотипа масло должно быть температурой тела, примерно температурой тела. И определяется так же, как питание для детей, то есть мы капаем небольшое количество масла на запястье и оно либо не должно ощущаться, либо должно ощущаться, как приятно теплое. Для головы, для нанесения на голову, на кожу головы, всем используется масло как для питотипа, потому что кожа головы относится к зоне пито, поэтому на нее мы наносим приятно теплое масло. Я хотела несколько слов про Апьянгу сказать. Вот в штангах Ридаем Санхите сказано, что ежедневная Апьянга поможет предотвратить старость, забалансово подошву, нервное напряжение, она улучшает зрение, укрепляет тело, продлевает жизнь, дает хороший сон, чистую, красивую, здоровую кожу. Ну, это действительно подписывается под каждым словом. Единственное, не могу пока проверить про продлевание жизни, но все остальное прямо отслеживается очень хорошо. Уже после первой недели промасливания вы почувствуете, что у вас нормализовался сон, улучшилось зрение и появились силы в теле. Есть противопоказания к процедуре. И первое противопоказание это избыток капха. Избыток ама, избыток капха. Но это противопоказание относительное. То есть при избытке капха вам просто не подходят все подряд масла. И вам не следует делать апьянгу салоне. То есть если вы делаете в салоне, в смысле все обычные масла используют, вам нужно подобрать специальные масла, которые будут удалять избыток капха. Несварение. При несварении образуется избыток ама и как раз вот это является собственно говоря противопоказанием избыток токсинов. В этом случае вы стараетесь нормализовать пищеварение хотя бы в том плане, что нормализовать утренески. И после этого вы можете проводить эту процедуру. Но сама по себе процедура она также может помочь вам нормализовать ваше пищеварение. Поэтому просто делайте ее не ежедневно, а периодически. Или наносите масло на какие-то отдельные области в этом случае. не рекомендуется делать полноценную пьянгу сразу после голодания или очищения организма. Здесь имеется ввиду, что организм очень ослабленный, может не переварить масло, которое вы наносите на тело. сейчас я отвечу на вопросы по ходу и потом мы перейдем дальше к промасливанию более подробно. Значит вопрос какое масло использовать для капхотипа? Чуть позже в презентации у меня будет расписано какие масла для вата подходят, для пита, для капха. Эту информацию вы получите. Сколько раз а так это я уже ответила на вопросы. Так значит дальше про промасливание. не буду следующий слайд. Значит промасливание у нас включает нанесение масла, выдерживание какого-то времени с маслом и смывание. то есть апьянга она состоит как бы из трех частей. По поводу нанесения. Единственное правило, которое следует все-таки соблюдать, это на конечности мы масло наносим по ходу роста волос. и на теле тоже желательно. По ходу роста волос называется ануломано. И это означает, что на руки например мы наносим от плеча к пальцам, на ноги мы наносим от бедра к пальцам масло. по телу, по спине у нас там направление роста волос всех свое, немножко меняется оно, но стараться все равно по ходу роста волос наносить. На теле это не так критично, на конечностях лучше все-таки это выдерживать. Масло мы втираем, масло само по себе пассивно, поэтому, чтобы оно лучше проникло, мы его втираем. И после того, как мы масло нанесли на тело, нам нужно его какое-то время выдержать. На теле мы выдерживаем масло от 10 минут, ну от 10 до 40. Если мы наносим масло на голову, мы его выдерживаем 30 минут. Здесь может возникнуть резонный вопрос. Женщине длинными волосами ежедневно мыть голову просто может быть тяжело. Поэтому женщинам я рекомендую просто использовать масло на голову перед мытьем головы. Если это два раза в неделю, это два раза, если это раз в неделю, то раз в неделю. Если это три раза в неделю, то три раза в неделю. За полчаса до мытья головы нанести масло на голову. При этом голову мы никак не кутаем, не одеваем никаких шапочек, дай бог какие-нибудь там полотенца или что-то еще нет, просто оставляем в том виде, в котором есть. На теле, пока у нас масло находится, можно сделать какой-то самомассаж, можно сделать какие-то физические упражнения на растяжку или что-то еще, а можно просто принять ванну. Один из самых комфортных способов промасливания, когда вы наливаете теплую ванну, наносите масло на тело, на голову и ложитесь в ванну. В ванной вы выдерживаете 10-15 минут, сколько комфортно, при этом организм впитывает нужные компоненты масла, очищается, выводит на поверхность аму, растворенную в масле. Иногда у кого-то начинают всплывать какие-то зеленоватые, желтоватые, коричневатые пятна, это все тоже нормально, не пугайтесь, это просто идет очищение вашего организма. По поводу промасливания головы несколько слов. Как удобнее всего наносить масло на голову? Во-первых, мы промасливаем не волосы, а именно кожу головы. Точно так же, как растения мы поливаем с корня, здесь нам нужно укрепить корни волос, нам нужно саму кожу напитать. Поэтому, когда мы наносим масло, мы стараемся втереть его в кожу головы. Первый индийский способ нанесения этого масла, когда вы наливаете его в горсть, быстро все это наливаете на область корнячка, делать несколько прихлопывающих движений, потом стекающее масло начинаете поднимать втирающими движениями кожи головы. Я сейчас включу видеотрансляцию, для того, чтобы вам немножко показать это. То есть, самый первый вариант, это вы в горсть наливаете масло, прихлопываете его на кожу головы и делаете такие поднимающие втирающие движения, для того, чтобы это все распределить равномерно по коже головы. Оно стекает, а вы его поднимаете снизу вверх пальцев. Это первый вариант. Второй вариант, это вы наносите, в смысле наливаете масло в правую руку, пальцы левой руки опускаете в это масло и пальцами втираете в кожу головы. Это более экономный вариант, он позволяет меньше израсходовать масло, особенно на длинных волосах. И третий вариант, когда вы используете флакончик с наконечником, с тоненьким наконечником, как, например, при капельнице для носа, такие вот, у компании Живо есть специальные 20-миллипровые флакончики, которые очень удобно использовать. Тонкий носик этого флакончика вы им проводите по линиям между волосами и расход на всю голову составляет около 10-миллипровых. Так, это то, что касается промасливания головы. Значит, вопрос, как использовать масло Нима для молодой углеватой кожи? На этот вопрос я отвечу вам позже, ближе к концу. Задачи промасливания. Первое – это глубокое очищение всех тканей, выведение из них ама. Ама и токсины в нашем организме в основном жирорастворимые. И вывести их просто питьем большого количества воды вы не сможете. Вам нужно в чем-то их растворить. Они находятся в тканях в связанном состоянии. Масло очень хорошо их растворяет. Растительные масла очень хорошо их растворяют и выводят. Соответственно, первая задача – это очищение. Вторая задача – это питание тканей. Так как у нас оболочка клеток – это липиды, фактически жировые молекулы, молекулы, молекулы масла растительного имеют очень большое сродство к молекулам липидов кожи человека. Фактически они, элементы этих молекул встраиваются в молекулы кожи, обеспечивая клеткам кожи эластичность, оболочек клеток. То есть оболочка клеток становится более эластичной за счет того, что мы напитываем ее маслом. И она становится более эластичной для выполнения своей основной функции, для обмена веществ. То есть эластичная оболочка лучше сжимается, выталкивая все продукты обмена, и лучше расширяется, принимая питательные вещества. Этот процесс вибрации клеток, естественная вибрация клеток, за которую в свое время была получена небеская премия, он был описан еще очень давно в аюрведе, и он является, ну вот, именно его мы запускаем, когда мы промаскиваем тело. Это очищение происходит действительно на клеточном уровне у нас. Следующий важный момент, это, ну вот, собственно, нормализация обмена веществ, я сказала. Следующий важный момент, это улучшение защитной функции организма. Так как клетки кожи начинают также более эффективно работать, у нас идет защита от вредных факторов, ну, от дыма, от каких-то содержащихся в воздухе компонентов вредных. Так как у нас иммунные клетки начинают более эффективно работать, у нас идет повышение иммунитета, защита от инфекций. Так как у нас понижается вата Доша при отнянке, у нас идет защита от стресса. Так как у нас повышается эластичность всех тканей, у нас идет профилактика травм. И просто за счет наличия вот этого тонкого липидного слоя на коже, у нас идет защита организма от температурных влажных перепадов. То есть это такое очень комплексное, очень полное улучшение защитной функции организма. Каждый из вас может почувствовать это на себе после выполнения домашнего задания. Выходя на улицу, даже в мороз, вы почувствуете, что вам намного легче приносится мороз, чем при... чем в отсутствии вот такое промасливание. Ну и последний эффект от промасливания – это нормализация восприятия своих потребностей. Промасливанный организм человека вдруг начинает требовать попить или поесть, или поспать. У кого что? Это значит, что вам действительно это нужно. Вы просто об этом забыли. Оторвавшись от своего тела, вы перестали это чувствовать. Просто такое возвращение в тело, которое происходит при промасливании, оно позволяет вам понять, что же вам на самом деле хочется. Как в плане физических потребностей, так и в плане эмоциональных потребностей. Тоже попробуйте отследить это на себе. Так, следующий кадр у нас. После промасливания у нас с вами утром к гигиеническим процедурам относится практика. Это может быть духовная или физическая практика, а лучше то и другое. Практика подразумевает, дает человеку ощущение легкости, способность выполнять тяжелую работу, хорошее пищеварение, уменьшение отложения жировых тканей, стойкость и ясность сознания. То есть, те, кто практикуют йогу или другую гимнастику по утрам, они, собственно, это все по себе знают. Лучше сосчитать физическую и духовную практику, потому что это и тому, и другому время утром. И несколько слов о пищеварении. Питание уже не относится к гигиеническим процедурам, но его нарушение может вызвать нарушение процесса очищения организма. Поэтому я о нем скажу. Питаться следует только при наличии чувства голода, только после полного переваривания предыдущей порции пищи, а это у нас, у взрослых людей, минимум 4 часа. Ну, у людей питотипа, может быть, чуть меньше. У людей капхатипа, это порядка 6 часов может быть. Пища должна быть приятный на вкус, вид, запах, ощущение. В идеале пища должна иметь 3 цвета минимум и все 6 вкусов. Вкусы у нас горькие, острые, вяжущие, соленые, сладкие и кислые. Они все должны присутствовать в пище. Причем в идеале, опять же, мы начинаем с самых плохо перевариваемых, тяжелых вкусов. Это сладкие сначала, затем идут кислые, соленые, и затем идут горькие, острые. И последний вяжущий будет завершать процесс переваривания. Так, и порция, которую мы принимаем, она должна быть ограничена в соответствии с нашим размером, с нашими потребностями. Если вы сложите вместе две ладошки, борсточку такую из двух ладошек сложить, то это примерно объем вашего желудка. Вот считается, что треть этого объема должна быть твердой пищей, треть должна быть жидкой пищей, и треть должна оставаться свободной, для того, чтобы процесс переваривания происходил нормально, полноценно. Еще раз, основное правило есть только тогда, когда вам хочется есть. Соответственно, когда мы общаемся с детьми, заставляем их доесть, или заставляем их поесть, потому что пришло время, ну, это не совсем правильно, совсем корректно. Также, в том числе я, до какого-то времени считала, что людям ватотипа, которые не очень хорошо чувствуют свои потребности, им нужно питаться по режиму. На самом деле, не совсем правильно. Людям ватотипа нужно просто вызывать все чувства голода по режиму. Тогда получится питание по режиму. То есть принимать препараты, для того, чтобы появилось чувство голода, чтобы поесть по режиму. Какие-то вопросы по этой части у нас есть? Я завершу тогда эту часть таким коротким разделением. То есть время в течение дня, оно у нас разделяется на несколько частей. Если мы каждую из частей своей жизни наблюдаем и соблюдаем, то, в принципе, мы с точки зрения Аюрведы будем здоровы и счастливы. Раннее утро – это время для Бога, время для духовных практик. И для духовных практик мы, собственно говоря, должны быть очень чистыми, для того, чтобы все это почувствовать. Раннее утро – это время саттвы, саттвагуны. Время, когда благость у нас в мире присутствует. И, конечно, лучше к этому времени, вернее, лучше это время очиститься и провести в общении с высшими силами, в той или иной форме. Чтение каких-то духовных книг, даже, если вы проводите физическую практику, то делаете это с каким-то мысленным всевышним. То есть посвящаете это время всевышнему в той или иной форме. Утро и день – это время для социума. Здесь важно понять такую вещь, что вообще человеческий организм, он приспособлен к интенсивной работе в течение четырех часов, не более. Когда у нас работа составляет шесть часов, это называется тяжелый труд. И люди, которые так трудятся, они должны у нас больше отдыхать, они должны больше спать, они должны быть более интенсивное питание и так далее. И как вписать сюда наш 8-часовой рабочий день? Ну, надо просто каждому, исходя из его работы, просто об этом думать. То есть нужно понимать, что интенсивно вы работать сможете не больше четырех часов, для того, чтобы не разрушиться. Считается, что порядка шести часов – это время для социума. Четыре-шесть часов. Все остальное время у вас на другого. Надо его тратить на другого. Ну, это просто так, информация для размышления. Кому интересно, можете почитать замечательную книгу Михаила Абертовича Соботялова «Мой друг время». Там подробно это все разбирается, там даются некоторые рецепты на тему. Вечер – это время для близких. То есть по окончании рабочего дня нам нужно близкому кругу уделить время. И это тоже обязательно для того, чтобы сформировалось социальное здоровье человека. И поздний вечер – это время для себя. Это время расслабления, это время получения удовольствия для себя, медитации, чтения того, что вам приятно и так далее. Если какой-то из этих элементов выпадает, то у человека постепенно накапливается дебаланс и то, что называется, наступает на здоровье. Спасибо за ссылку, мой друг, мнение. Это прямо очень хорошее отмена. Рекомендую. Сейчас я отвечу на вопрос и потом предлагаю сделать перерыв, прежде чем мы перейдем к непосредственному использованию разных средств для пьянги подбора. Посоветуйте, как использовать масло НИМА для молодой угреватой кожи. Масло НИМА или любое другое масло, которое подходит в этом случае, масло для питания души, следует уносить утром на 10 минут, потом смывать подходящим ухтаном или, например, овсяной мукой. И вечером перед сном наносить, можно наносить на ночь и утром смывать, но лучше наносить вечером перед сном также на 10 минут, потом смыть и в ночь уйти уже с чистым лицом. Делать это следует минимум 3 недели, а лучше также 108 дней, для того, чтобы полностью нормализовать жирность кожи. Есть ли какие-то сейчас еще вопросы до перерыва? Если вопросов нету, я предлагаю сделать перерыв также на 10 минуток, и после этого мы вернемся и разберем все непосредственно разные средства и разные способы наносили. процедура Апьянги на вечернюю. Эффект будет другой, и есть ли какая-то разница в связи с тем, что с нашим ритмом жизни не всегда возможно делать это утром. На самом деле, очищение организма происходит именно ночью, и Апьянга с целью, ну как гигиеническая процедура, с целью очищения, она должна проводиться именно утром до 9 утра. Но, если нет такой возможности, вечерняя Апьянга, она тоже даст какой-то эффект, в том числе какой-то небольшой эффект очищения тоже даст. А в большей степени вечерняя Апьянга, она даст эффект расслабления и питания тканей. И я предлагаю для начала, для того, чтобы процедуру ввести в свой обиход, начать ее делать по утрам, по выходным. Когда у вас выходной день, когда вам утром не надо никуда бежать, вы выделите себе время на Апьянгу. Сначала пусть это будет один раз в неделю, например, утром, и хотя бы один раз в неделю вечером, в течение недели. А потом постепенно вы сможете процесс оптимизировать для себя и уже выделять время каждый день. И утром, и вечером имеется в виду... Вопрос и утром, и вечером. Имеется в виду, что идеально для очищения это делать утром. Если нет возможности, вы можете делать это и вечером. Это не надо делать каждый день утром и вечером. Достаточно, если вы сделаете какие-то дни утром, какие-то дни вечером. По поводу чистоты Апьянги, для того, чтобы она приносила действительно эффект, ее следует делать хотя бы 3-4 раза в неделю. Не каждый день, но хотя бы 3-4 раза в неделю. Даже разовая процедура, конечно же, эффект принесет, но такое полноценное очищение организма наступает, если вы делаете Апьянг в течение месяца, хотя бы 3-4 раза в неделю. Так, прежде чем перейти к подбору средств, я хотела вам рассказать про то, как можно скорректировать ДОШа, нанося туда масла, не проводя полную Апьянгу. Как раз в случае, если вам на очищение времени нету, но все-таки гармонию себя привести хочется. Для вата, то есть можно нанести масло, подходящее вам по типу, мы подберем, куда подходит, на определенные области. Для вата эти области, это прежде всего уши, стопы, и область на голове, это получается макушка, то есть область ротничка. Она определяется следующим образом, я сейчас включу видео-трансляцию, чтобы вы могли увидеть. вы берете правую ладонь, кладете на переносицу, и смотрите, где заканчивается у вас средний палец. На эту область вам следует наносить масло для коррекции вата ДОШа. Даже если вы одной точечкой внутри волос помажете, все равно уже вата будет скорректирована. То есть вот эта область, уши, стопы, также низ живота, то есть это от кубка ниже, и спина вдоль позвоночника. Ну, по возможности еще суставы, если есть такая возможность. Это коррекция вата ДОШа. Для коррекции пита ДОШа мы наносим масло на лоб, область сердца, и стопы. Стопы во всех случаях имеются ввиду ноги от колена и ниже. То есть стопа, пальцы ног, голень и колено. Если есть возможность нанести на всю ногу, до бедра, пожалуйста, только приветствуйте. И для капха ДОШа коррекция будет, если вы нанесете масло, прежде всего на стопы с интенсивным массажем. И кроме этого, на область копления слизи. Это у нас область носоглотки. Соответственно, мы на коже проекция лобных пазух, проекция носовых пазух, и на шее проекция, получается, бланк. То есть на эти области мы наносим масло, подходящее капха-типу для коррекции капха-ДОШа, сочинения. Теперь давайте разберем, что же кому у нас подходит. В качестве масла я буду рассказывать два вида масла. Первое, это то, что продается в обычных продуктовых магазинах, ну, либо в каких-то косметических магазинах. Второе, это то, что продукция компании Живо. Вы сможете выбрать, что вам ближе, доступно, удобно. Базовые масла для Акьянги человеку вата-типа. Это прежде всего кунжутное, это миндальное, касторовое, очень хорошо помогает, зародышей пшеницы, кокосовое, но кокосовое следует уносить только в жаркое время, потому что кокосовое масло, оно имеет холодную природу, оно охлаждает, и зимой кокосовое масло, оно вата переохладит. Идровое масло, в принципе масло грецких орехов, если кто-то хочет, масло макадамии, из масел серии Живо, жирным цветом выделенные масла, которые специально для вата-типа были разработаны, а дальше перечисленные масла, которые просто подходят хорошо. Это Балья, Балья-С, Снихана, Снихана-С, Ушна-Ушна-С, в жаркое время это Метхи, масло универсальное, Радха и Радха-Олт. Для снятия масла здесь был такой вопрос, чем снимать масло. Традиционно масло снимается Уктаном, или в Индии часто используют Грин Грэм, они экономят, и Грин Грэм это порошок из машевой муки, ну фактически это машевая мука. Вот машевая мука, на мой взгляд, она слегка подсушивает, хотя они ее используют для всех конституций, в том числе для ваты, я ее здесь указала, но на мой взгляд, она все-таки немножко подсушивает кожу. И в этом смысле из обычных средств, которые можно купить в каждом продуктовом магазине, подходит овсяная мука, ну или перемолотый геркулес. Если хочется, можно добавить туда травы, которые подходят людям в лототипо. Ну, если вы работаете с видопульс, вы точно знаете, какие травы вам подходят. Вот травы, подходящие вам по типу, вы можете просто измельчить и добавить в небольшом количестве в овсяную муку, для того, чтобы сделать себе собственный уктан. Готовые уктаны сирии жива, они содержат, как правило, несколько зерновых, бобовых, несколько видов трав и содержат небольшое количество белой косметической злины. Идеально для вата типа подходят уктаны для сухой кожи. сухой кожи или сухой кожи по снятию масла, как оно происходит. Вы промаслились, если вы не ложились в ванну, а просто промаслились, например, в душе или где-то еще, через 10 минут вам нужно ополоснуться, просто чтобы кожа по телу была увлажненная. Перед этим вы разводите уктан. разводится небольшое количество, ну, примерно 2 столовых ложки с горкой, может быть, если человек большой, водой, лучше всего горячей водой, не кипятком, а именно вот такой, горячей водой из крана, до состояния кашицы. Чем гуще кашица, тем суши будет после этого кожа, тем меньше масла останется на коже. Чем, соответственно, жижи у вас разведен уктан, если он сметанкообразный, тогда кожа останется слегка маслянистой. Кому, какого эффекта хочется достигнуть, если хочется, чтобы кожа скрипела, делайте пасту из уктана. Если хочется, чтобы кожа была увлажненной, делайте такую сметанку, наносится на все тело, равномерно просто все, ну, как вот мы мыло наносим, или что-то другое. Наносите, если хочется эффекта маски, питания, тогда просто оставляете на одну-две минуты. Когда начинает подсыхать, можно смывать. Если хочется эффекта скраба, то просто соответствующие области немножко массируете по уктану, по уктану на коже. И после этого смываете водой. То есть, если вам нужно просто очищение, вам достаточно нанести, и сразу вы можете смывать водой уже с кожи уктан. Уктан тягивает, абсорбирует остатки масла вместе с растворенными в ней токсинами и питает, очищает кожу. помимо этого, если масло у нас раскрывает поры, то уктан пору закрывает. Считается, что использование уктана тонизирует кожу. Я сейчас вам даже зачитаю. Массаж всего тела уктаном уравновешивает капху, удаляет жир, придает силу всем частям тела, делает кожу нежной и упругой. Это один из вариантов перевода мастанка салфита. Для снятия масла мы, соответственно, для вата типа используем овсяную муку либо подходящую к тану. Теперь для питотипа. базовые масла для питотипа прежде всего это подсолнечное масло. У нас к нему относятся очень так негативно потребительственно привыкли, что подсолнечное масло это что-то не очень хорошее. На самом деле в той же самой Индии подсолнечное масло стоит значительно дороже, чем у нас кунжутное в пересчете. И ценится она там очень высоко, потому что она обладает большим количеством полезных свойств. Оно замечательно увлажняет кожу, не перегревает. Это действительно хорошее полезное масло. И следует пренебрегать людям питотипа. Хорошо людям питотипа подходит кокосовое масло. Вообще любые густые масла, которые при комнатной температуре загустевают. Это масло карите, масло какао. Их также подходят людям питотипа. Их можно использовать. Естественно, что для использования их немножко разогревают. То есть растаивают либо в руке, либо в небольшой емкости. Да, небольшое отступление. Я не проговорила о том, как удобно разогревать масло. Есть такое заблуждение, что если масло перегреть, то все будет плохо. Конечно, если его пережечь, то оно испортится. А вообще нагревание масла до температуры, когда оно становится активным, оно наоборот делает его более доступным для нашей кожи. А активное масло становится порядка 70 градусов. Вы не пугаетесь, когда мы нагреваем до 50 градусов, ничего не происходит страшного с маслом. Как можно нагревать? Самые удобные бытовые способы это нагревать в воде. Так как как правило обсянг мы проводим в ванной, вода нам доступна, мы просто помещаем емкость с маслом в емкость с водой горячей. И помешиваем масло до тех пор, пока оно достигнет определенной температуры. Второй вариант это использовать либо аромалампу, если достаточно глубокая чашечка, либо фондю, то есть мы на свечке просто нагреваем масло, внизу горит свечка, а сверху емкость с маслом. Естественно, что в таком случае должна быть металлическая или какая-то керамическая емкость для того, чтобы все это не сгорело. Третий вариант мы можем просто на плите нагревать и потом емкость переносить в то помещение, в котором мы будем ее использовать. Но первый вариант, который нагревание водой, мне кажется, наиболее доступен, наиболее удобен в наших обычных условиях. И еще одно небольшое отступление, несколько слов про баню. Раз мы уже говорили про любые питотипы. Баня это у нас тихие огни, там очень жарко. Промасленным быть в бане очень полезно для всех доши, особенно для вата доши. Для вата доши идеально подходит баня, наше русское на промасленное тело. Для капха-доши идеально подходит сауна сухая на промасленное тело, а для пито-доши лучше сауна подходит турецкая баня на промасленное тело. При этом во всех случаях промасленную голову мы кутаем в баню. Потому что на промасленные волосы температура воздействует намного сильнее, чем на сухие и даже на влажные. И их нужно укрывать. Мы надеваем шапочки или кутаем каким-то образом. И очень рекомендую всем попробовать использовать масла для питотипа, независимо от того, какая у вас конституция, на область сердца и на лоб, когда вы идете в баню. Вы почувствуете, что любая температура переносится намного легче и вам просто комфортно находиться в бане. Область сердца определяется следующим образом. Вы берете правую ладонь, раскрываете руку ладонью, середина ладони должна находиться на солнечном сплетении. Все, что находится под ладонью, под пальцами, это та самая область, на которую вам нужно нанести. Масло, это, конечно, условно называется область сердца, просто как-то ее надо обозначить. То есть, это та область, которую нужно охлаждать для людей питотипа или для всех в горячих условиях высокой температуры. Возвращаемся к питотипу. масло, масло, у нас подходит для людей питотипа из базовых. Это еще и оливковое, это макадамии, бабосу. Ну, то есть, ассортимент тоже, в принципе, достаточно большой. Сюда же относятся практически все масляные экстракты. Вот, может быть, кто-то из вас встречал, например, там, масло расторопши, масло корневого пуха, ну, вот, что-то такое, масло тыквы, там. Дело в том, что сами эти, ну, вот, масло тыквы, может быть, здесь немножко является исключением, хотя, зависит от способа приготовления. Большинство из этих масел являются масляными экстрактами. Продируют в России их все на подсолнечном масле, поэтому они все подходят для людей питотипа. Из мафил серии жила для пито специально были разработаны охлаждающие масла, это ситала и ситала С, ну, и восстанавливающие масла, это метхи и метхи С. Ситала предполагается для тела и волос, ну, в принципе, и ситала и метхи, они подходят и для тела и волос, но ситала предполагается в большей степени для тела, оно очень хорошо охлаждает, а метхи в большей степени предполагалось изначально для волос, хотя на тело используют тоже очень комфортно. Оба эти масла предотвращают нападение волос, если у кого-то есть такая проблема, и в той или иной степени охлаждает. Так вот, охлаждающие масла ситала и ситала достаточно сильно отличаются. Я чуть позже буду рассказывать про серии у нас жила и серии С, но сейчас мне просто хочется обратить внимание, что масло ситала, оно очень сильно охлаждает. Оно содержит эфирные масла мяты, перечные, и при нанесении на тело ошибочно, например, другому типу конституции или даже фитотипу, но в холодное время года, человек может просто замерзнуть. Будьте с этим внимательны. А масло ситала С охлаждает не так сильно. Оно в большей степени содержит эфирное масло лаванги, очень хорошо подходит детям, очень хорошо помогает для снятия головной боли, по питотипу, для нормализации сна по питотипу, ну, такое, более комфортное, более мягкое масло. Вообще, если кому интересно, презентация, которую вам пришлют в электронном виде, она содержит подробное описание всей продукции жива. Вы сможете прочитать потом там про каждое масло, которое вам подходит или там, которое вы думаете, что вам подходит, все его свойства, состав, то есть там подробное описание есть, поэтому я на этом останавливаться не буду. Для снятия масла людям питотипа идеально подходит овсяная и ячневая мука и вот тот самый грингрэм, машевая мука. То есть, все эти три средства очень хорошо подходят. Ячневая мука имеется в виду ячмень, перемолотый ячмень, это у нас перловка, крупа перловка. Овсяная мука, я уже говорила. Из уптанов для пито был разработан уптанго чувствительной кожи. Так, и для капхо цепи у нас лучше всего для капхо подходит кукурузное и горчичное масло, но также подходит кунжутное. Есть еще такое масло рыжиковое, это растение рыжик, не грибы. Рыжиковое масло также хорошо помогает, подходит людям какие-то типы. Вообще, вот то, что те масла, которые имеют оранжевый цвет, сильно оранжевый цвет, они повышают огонь, они подсушивают, иметь это в виду. Вот рыжиковое, горчичное, они такие прям ярко-оранжевые. имеется в виду не то, что оно золотистее смотрится, а то, что оно может прямо красить, если попадет куда-то. Сафлоровое масло хорошо подходит к капхотипам. У нас оно просто достаточно редко встречается. Я его здесь даже не писала. Из средств серии живо согревающие масло ушное и ушное для тела и подсушивающие масло рукше и рукше для волос. Здесь может возникнуть дисбаланс в голове. То есть капха, это является одним, избыток капха является одним из противопоказаний для промаслян, для пьянки. Избыток капха это избыток жира в организме. Как тут можно использовать масло? Так вот, некоторые масла они подсушивают. Какой деятельный эффект? Они начинают вытягивать испыток жира из клеток. Если хочется прочувствовать это на себе, можете просто горчичное масло купить, помазать им руки и посмотреть, как руки будут себя чувствовать. Они достаточно быстрые, практически у всех, даже у людей капха типа, руки это такое место, которое в силу использования большого количества молочных средств, они такие суховатые. И вы почувствуете, что руки начинают сохнуть. Так вот, масла способны, определенные масла способны удалять избыток капха из организма. для этого просто мы их правильно подбираем. Здесь вопрос, подходит ли облепиховое масло для капха. Облепиховое масло это экстракт облепиховых, жмых облепиховых ягод на подсолнечное масло. в принципе, да, он подходит для капха типа, но он в меньшей степени будет подсушиваться. Потому что подсолнечное масло очень увлажняющее. Но облепиховое масло оно согревает. Само подсолнечное масло оно охлаждает, а облепиховое составляющее согревает. Поэтому для капха в принципе, да, оно подходит. Ну, я думаю, что вряд ли вы будете намазываться во вне, скорее всего будете использовать его во внутрь. По снятию масла. Для нормализации жирности кожи здесь для снятия хорошо подходит нутовая мука или грин-грэм, та же самая машевая мука или ячневая мука или в крайнем случае гороховая мука. Но гороховая мука будьте неосторожны, она может пересушить. Она прямо сильно пересушивает. Поэтому лучше чем-то разбавлять. Также для снятия масла подходят доступные травы и маски индийские. Та же самая трифала хорошо удаляет остатки масла именно для капхотипа. Ну вот наверное если есть порошок мимо он тоже очень хорошо будет и подсушиваться удалять остатки масла. Из средств серии жива это уктан для жирной кожи и уктан для жирной кожи эс. И если вы не знаете какой у вас тип кожи или если вы планируете некой группой пользоваться маслами и вам нужно такое которое подходит всем то есть несколько универсальных масел. в принципе к универсальным относится кунжутное но я бы сказала что людям питотипа оно можно перегреть его нужно с осторожностью использовать. Из более-менее доступных универсальных масел можно отметить виноградные косточки. Масло виноградной косточки оно не выводит равновесие от душа. Так оно подходит к инспекции. Из масел серии жила есть масло Ратха Ратха С это универсальные масла и масла Рассайна Рассайна С это тоже универсальные Ратху можно использовать и на голову и на тело Рассайна это антицеллюлитные тонизирующие масла их используют только на тело. Из универсальных средств снятия ну вот грингрэм наверное можно использовать и октанда нормальной кожи октанда нормальной кожи С серии ЖИО. Теперь вопросы. Какое масло лучше снимет сухость кожи рук? Если брать базовые масла, то самое сильное это касторовое. За ним идет миндальная, кунжутная и зародыш пшеницы. Если брать масла серии ЖИО, то увлажняющие масла это СНИХАНА и СНИХАНА-С. И масло БАЛЬЯ-БАЛЬЯ-С. Это масла для вата типа, они очень хорошо увлажняют. Их можно использовать для нормализации этого состояния сухости кожи. Вы просто на ночь намазываете маслом и если есть ХБ-шные перчаточки, одеваете, если нет, то просто выдерживаете какое-то время, потом то, что не впиталось, бумажную с вас очка снимаете и выложите в спад. Вопрос. Можно ли подсолнечное масло для вата? Да, можно, но больше подходит кунжутное. В этом смысле подсолнечное с точки зрения увлажнения подходит, с точки зрения согревания нет, не подходит. Ну, оно такое, в среднем списке. Если мы будем смотреть по принципу видопульса, то оно в желтом списке находится. Для всего тела, если вы хотите использовать его, для промасливания всего тела, вам нужно его каким-то образом подогреть. И для этого можно использовать эфирные масла, разогревающие, например, эфирное масло имбиря, либо эфирное масло базилика, либо корицы, либо чего-то еще, ну, такого, подогревающего природа. И добавить одну-две капли там на вот тот объем, который вы будете промасывать. Какие вопросы еще по этой теме? Если здесь вопросов нет, я хотела бы несколько слов сказать, собственно, о нашей продукции, о том, что мы, ну, что вы потом сможете почитать подробно. Ну, вот, я являюсь руководителем проекта «Живо». Совместно с Михаилом Абертовичем Судачаловым мы разработали эту линейку «Современные следства традиционной аюрведы». Ну, здесь написано «Современные косметические геонические следствия». На самом деле у нас уже более широкая линейка, у нас уже и чьи туда входят. Поэтому вы сможете посмотреть. И какие особенности в нашей линейке есть? Ну, первое, линейка, в принципе, все аюрведические средства, они основаны на, наружные аюрведические средства, они основаны на пищевых продуктах. Дело в том, что аюрведы считают нашу кожу вывернутой наружу кишечника. Недословно, непременно. И предполагается, что все, что мы наносим на коже, точно так же попадает в кровь, как и то, что мы едим. Поэтому используются в косметических целях, только натуральные продукты, которые можно использовать в пищу, в той ремнии формы. Все масла, эфирные масла, которые мы используем, так же, как все травы, они являются в пищевизе. Я вопрос увидела, я чуть позже на него отвечу. Важный момент при использовании, ну, вообще при проведении любой гигиенической процедуры, это правильный подбор средств. То есть нужно четко знать свою конституцию, ощущать конституцию здесь и сейчас, и для этого, ну, собственно говоря, немножко изучать увырведу, немножко стараться прислушиваться к себе, а как я себя сейчас чувствую, я чуть-чуть позже расскажу, как можно поступать в случае, если у вас комбинированная конституция. Так вот, правильный подбор средств, исходя из вашего состояния здесь и сейчас, позволяет вам извлечь максимум пользы из любой вашей гигиенической процедуры. И в нашей линейке есть средства для любого сочетания душа, любых состояний. еще один важный момент это воздействие как на психоэмоциональном уровне за счет содержания эфирных масел, за счет консистенции самих трав или масел, так и на физическом уровне. Масла очень глубоко воздействуют и позволяют затрагивать все ткани организма. Ну и буквально еще два слова. То, что я упоминала продукты наши, там были масла, например, балия и были масла балия С. То есть масла и ткан с буквой С это наша новая линейка серия Сибирска Айрведа. Серия Жива мы создали еще в 2011 году и она содержит разные компоненты, в том числе то, что мы привозим из-за рубежа, какие-то эфирные масла, базовые масла. В силу последних событий нам пришлось разработать, ну не пришлось, мы и хотели, собственно говоря, мы просто ускорили этот процесс, разработать адаптированную к нашим условиям линейку Сибирска Айрведа. конечно, более бедный, допустим, эфирномасличный ряд, то есть запахов не так много, они не таки разнообразные, как первой линейки, но зато используются средства, которые производятся на территории России, ну, Казахстана частично, то есть территория бывшего СНГ. И эта линейка, она в силу того, что мы не используем зарубежных средств, она доступна по цене. Хотя по действиям каждое средство немножко отличается, даже масло Балия, Балия, вроде разработан для одного и того же, но в силу содержания разных компонентов они немного отличаются по действию. Поэтому если кому-то интересно, вы, пожалуйста, изучите и те, и другие средства и подберите для себя оптимальные. Так, теперь еще буквально несколько минут вашего времени займу описанием того, что как следует поступать, если у вас, допустим, смешанная конституция. Так, ну, у меня слайда на эту тему нету, поэтому я остановлюсь на слайде. Вататипа. Смотрите, например, у вас конституция ватопита в данный момент, или конституция, или состояние. Вообще, на что следует обращать внимание? Первое, это как вы чувствуете себя сейчас, конкретно здесь и сейчас. если вам в большей степени прохладно, вата она холодная, пита она горячая. Соответственно, определяйте, вата и капха она холодная, вам в большей степени холодно, или вам в большей степени жарко. То есть, смотрите, преобладание конкретно в данный момент. если вам нормально комфортно, это может быть, что у вас примерно поровну вата и пита. Смотрите, в большей степени сухо или в большей степени влажно. Пита более влажная, вата более сухая. Если вы не можете понять, вам следует либо подобрать средства, которые подходят и для вата, и для пита. Например, в жаркое время это кокосовое масло, или это махать, это смеха, метхи, или вы можете смешать два масла, одно подходящее вата, одно подходящее пита. Например, берете кунжутное и подсолнечное, смешиваете их в соотношении один к одному и эту смесь используете для оттянки. Третий вариант это вы на область вата, на область суставов, на область позвоночника, низ живота, кунжи, стопы наносите масло для вата-типа, а на остальную область масло для пита-типа. Если масло будет смешиваться где-то на теле, это тоже не страшно. То есть вот три варианта основных, как можно в предсмешанной конституции использовать масло или средства. То же самое касается субтанов. На что еще следует обращать внимание? Вы смотрите на сезон, то есть предлагаю вам просто почитать на эту тему, изучить, бывают сезоны вата-типа, пита-типа и капха-типа. Зима, например, сейчас за счет жгучих морозов в Сибири и за счет отопления это точно совершенно ватовский сезон, хотя по времени это уже переход к питовскому сезону, потому что мороз это пита, а также обжигает как солнце. То есть это где-то на переходе между ватой и пита. Например, влажная весна это явно сезон капха, когда сезон таяния это явно сезон капха, например, лето это у нас явно сезон пита. То есть какие-то такие вещи, которые вы сможете отследить. Погода тоже может относиться к разным дождям. Например, ветер это всегда у нас повышает вата дождя. Дождь всегда повышает вата и капха в большей степени вата. Жаркое солнце или жгучий мороз повышает пита дождь. Это следует тоже отслеживать и следует обращать внимание где вы проводите обтянки. Если это в бане и вам будет жарко, вам следует подобрать что-то понижающее питой души. Если это например прохладные ванны и у вас там недостаточно отопления, наверное следует что-то более согревающее подобрать. То есть смотрите на свое состояние, смотрите на окружающую среду и выберите что-то оптимальное. То есть следуйте принципу время места обстоятельства. Теперь отвечаю на вопрос как снять масло при принятии ванны. Очень просто, если вы принимали ванну, вы развели себе лектант или муку, приподнялись в ванну или вылезли из ванны, у вас тело уже увлажнено, вы на нее сразу наносите октан и после этого ополаскиваете душем. Еще один важный момент еще один важный момент это как очистить ванну после промасливания. Это вопрос обычно люди сразу не задают, задают его уже после первой попытки промасливания. Поэтому я вам сразу скажу, если вы например принимали ванну, то очень хорошо сразу побрызгать каким-то обезжиривающим средством. Для этого хорошо подходят например средства для посуды или МВФ средства лок. Средства для мытья посуды в принципе в произведенном виде любое подходит для снятия жира. Они все обезжиривают очень хорошо. Вы брызгаете на поверхность ванны и потом просто смываете водой. Даже тереть ничего не надо. И для того чтобы Уктан прошел сквозь трубы нашей канализации и незабил их, вы просто проливаете воду в течение 1-2 минут горячую воду. То есть после окончания приема ванны наполоснули ванну и включаете горячую воду на 2-3 минуты и у вас прочищаются трубы, у вас не будет ни засоров, ни каких других проблем. Вопрос масла до 70 градусов не разогревать нет. Это если вы используете базовое масло, вы можете его активизировать, то есть сделать более доступным для кожи, разогрев до состояния активности. Когда вы на сковородке масло разогреваете, оно в какой-то момент начинает двигаться. В этот момент вы его снимаете, потом переливаете нужную вам емкость, остужаете до той самой температуры, которую я говорила. Для вата это горячее, для фито это теплое, и такое масло уже наносите. Если вы используете подготовленное масло, например, масло живое, любое индийское масло, вам вот до такой температуры нагревать уже не надо. Просто базовые масла, особенно нерафинированные, они тяжеловаты для кожи, кожа трудно переварить их. Это то же самое, что сырая пища, она плохо переваривается, нужно сделать ее более доступной. То же самое касается масла. Так, ну и осталось несколько минут, я хочу попросить вас выполнить домашнее задание. Я прошу вас провести, выбрать выходной день и провести весь комплекс утренних процедур в той мере, в которой у вас будет доступна, в которой у вас хватит средств. Имейте ввиду, будет доступна масло для носа, или там вы просто проположите нос каким-то соляным раствором, будет ли доступно средство для глаз, или вы просто нанесете топленое масло, ну то есть в любом, в любой форме. Для того, чтобы вас не пугало это, я вам расскажу, как я это делаю, чтобы сделать это быстро, чтобы уместиться в короткое утреннее время. Значит, у меня получается утром встаю, выпиваю стакан воды, потом чищу язык, зубы, беру в рот масло для гандуши, и пока маска во рту для гандуши, я закапываю нос, закладываю масло в глаза, позволяю себе, сажусь на унитаз, позволяю себе порожниться, и как раз проходит какое-то время, плюс-минус на 10 минут. после этого я смываю, ну, витрёвываю масло изо рта, закапываю уджало в глаза, тут же, ну, так как начинается слезетечение, промываю нос, и начинаю промасливаться. Пока я, ну, то есть утром, когда я встала, я сразу ставлю масло разогреваться, у меня две металлические ёмкости, одна побольше, другая поменьше. Ёмкость побольше я наливаю в горячую воду, в ёмкость поменьше наливаю масло, ставлю её внутрь. Как раз пока первые 10 минут выдерживаю масло во рту, масло для тела разогревается, я наношу на тело, на голову, если есть желание, на уши, соответственно, и ложусь в ванную. Ванную я включаю в момент, когда встаю, поэтому в момент, когда уже можно туда ложиться, она у меня наполнилась. Когда я ложусь в ванну, первое, что я делаю, я развожу уптан, он настаивается какое-то время, 10 минут я в воде вылёживаюсь, потом стою, намазываюсь уптаном, ополоскиваюсь водой, и после этого мою голову. Ну, собственно говоря, на всё у меня уходит не более получаса. Причём процедура очень приятная. Я рекомендую вам попробовать сделать это в вашем формате, и потом поделиться результатами в любой доступной форме. То есть, просто напишите, что удалось сделать, что не удалось сделать, и особенно отследите свои ощущения в течение этого дня, вот когда вам удалось промасываться. Когда вы почувствовали аппетит, изменился ли у вас аппетит, что вам захотелось после промасывания, пить, есть, спать, физически заняться чем-то, увеличились или уменьшились у вас силы, как у вас настроение было в течение дня, как на вас действовали окружающие, как вы действовали на окружающих. Обратите внимание на свой голос, как правило, после процедуры гандуша голос смягчается. То есть вот ответьте все это и попробуйте описать это. Я думаю, что вам самим это будет очень интересно. И отвечаю на вопрос, непонятно немного с глазами, масло топленое, а потом, значит, если вы используете топленое масло, если, лучше, конечно, при фалагритом, но если его нет, это топленое масло, а потом вам нужно его снять. Вы наносите небольшое количество каджала, это сурьма в карандаше, либо пару крупинок сурьмы непосредственно на глаз, то есть на слизистую глаза. Вы оттягиваете нижнее веко и под веко кладете небольшое количество сурьмы, там, две-три гранулки сурьмы. После этого промаргиваетесь, и у вас должно начаться слезы течения, слезы течения. если вдруг этого не произошло, вы на ватный диск наносите розовую воду или чай, или что-то еще, какое-то настоище, которое я говорила, и от наружного уголка глаза к внутреннему смываете остатки масла и остатки сурьмы. Если все-таки от сурьмы у вас пошли слезки, значит вы просто можете сухим ватным диском стереть остатки масла и остатки сурьмы, потому что у вас уже глаз очистится. Есть ли еще какие-то вопросы? Если нет, я вам всем очень благодарна, мне было приятно вести вам вебинар. А вот вопрос, сколько масла в глаза? На кончике пальцев. спасибо вам. Вопрос, очистятся белки? Дело в том, что белки глаз, они могут быть загрязнены не только как сама слизистая загрязнена, но и как следствие загрязненных разных систем организма. Поэтому постепенно очистятся, но не сразу. Если вам необходимо добиться большего эффекта, то используйте каплю джала, они быстрее очищают дольки. Хотя это, конечно, не так приятно. Есть плечи вопросов. Спасибо. , спасибо. 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 Продолжение следует...